так у нас завтрак в общем всем доброе утро наливаем наливаем сока в общем вот такое вот движение да на завтраке ну конечно людей очень много я уж получается сильно не стал снимать в столовой не столовая на шведском столе как-то брать люди кушают не очень еще раз вы все доброе утро у нас очередной день в городе санкт-петербург сегодня у нас по идее по идее эрмитаж будет и так прогулка по городу это у нас рецепшен выхожу через ваше выходим уже знаете три дня прошло вот такое все знакомое все такое родное что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наш автобус 309, не потерять бы... И тут 15 минут можно походить... На горизонте у нас Петропавловская церковь... Ну и в данной церкви похоронен Петр Первый... Насколько я уже успел узнать... Тут такой, знаете, запах такой как морской прям... Дно видно... Музейки, эти фарки тоже вот такие... Да, ну сегодня у нас главное получается, что будет... Будет экскурсия в Эльмитаж... Вот это вот я жду, потому что давно хотел там побывать... Ну и плюс вечером будет еще у нас морская прогулка ночная... На разведение мостов... Вот это мы уже отдельно купили экскурсию... Где-то она начнется с 11 часов вечера и до 3 часов... Ну а так ехал... Немножко для вас снимал с самого автобуса... Вроде кадры получились неплохими... Но я, как говорится, гуляю и вы гуляете вместе со мной... Все как в Матеевке, знаете... Только здесь сами понимаете, что все намного масштабнее... Все намного красивее... Здание одно лучше другого... История Санкт-Петербурга... История России... В общем... Тут такой спуск идет... Ну и Иван, как я уже сказал... Вон экскурсионные... Типа ходы... Их множество... На котором... На одном из которых мы с вами вечерком... Будем тоже кататься... По городу... Ночному городу главное что... Фонари... Вот все такое... В общем... В этой серии... Чуть дальше... Вы это все должны увидеть... А на набережной Невы... Вот эти вот... Огромные головы... Львов... С такими вот кольцами... Мощными... Как говорится... Притрагиваемся к истории города... Нашли мы свой автобус... Ну прям... Да... Часть... Итальянские архитекторы... По замыслу Петра Первого... Построили это здание... В этой гранитной набережной... И здесь... Строили корабли до середины 19-го века... Знаете... Бывает вот слушаешь... Помнишь... Потом выходишь с автобуса... И уже забываешь... Вот площадь вроде бы... Как она называется... Я уже забыл... Ну вы меня уж простите... Показываем просто виды... Показываем... Как оно все... И наслаждаемся этим... Ну то что это памятник Петру... Это точно... Довольно-то знаменитый памятник... В... Санкт-Петербурге... Ну и у нас вот... Такая вот... Прогулочка самостоятельная... Опять-таки... На 15 минут... Я не знаю как можно успеть... За 15 минут... Хоть где-то как-то что-то увидеть... Но тем не менее... Вот как... Как такие здания... Сколько их строили... По... По времени... Эти вот фигуры... Все стали... Заморачивались... Не ленились... Что называется... Травка... Смотрите... Какая она зеленая... Постриженная... Прям полянка... На самом деле... Мне абсолютно не напрягает... Вот эти съемки... Да... У меня как бы... Хочется с вами делиться... То что я вижу... Скажем... Вы тоже увидели... Быть может у вас не получится... Приехать в этот город... Ну... С помощью меня... Вот так вот... Вживую... По-настоящему... Без какой-либо... Игры... Вы все увидите... И уж... Чтоб совсем не выглядеть глупо... То это у нас... Сенатская площадь... Медный всадник... Называется... Памятник... Это я уже... На карте... Подсмотрел немножко... Так... Возвращаемся к автобусу... Время... Тих-тих-тих... Время... Сформировалась... Исаакиевская... Уж так получилось... Что мы в летнем саде... Или в летнем саду Петра... Оказались второй раз... Но зашли совершенно с другой стороны... Поэтому здесь мы не были... Все в раз... Ну вот... До этого пруда мы не дошли... Мы были где-то с тех сторон... Ну... Теперь мы здесь... А где лебеди? Нам обещали два лебедя... Белых... А вон кто ходит? Голубь? Кто голубь ходит... Лебеди... Ушли... Согласитесь, что место... Красивое... Вода не чистая... Но... Отражение... В ней... Очень хорошее... Особенно... Вот такая вот... Зелень вокруг... Небо чистая... Погода... В общем... В... Петербурге... Уже третий день... Вот... Подобное... Где-то градуса 22... Тепла... Солнечно... Необычное... Так... Дерево выросло... Я думаю... Видно... Да... Но... Как-то ветка повернулась... Наверху... Он срос какой-то... Заметно... Заметно... Все это дело... Ну... Опять этих людей... Полно... Ну... Мы в тот раз где-то... До этих пор дошли... Дальше мы уже не стали идти... А то там тоже... Большая территория... Тут конечно хорошо... Можно сесть... Посидеть... В общем... В этот раз нас отпустили не на 15 минут... Как это было раньше... Сегодня как-то так по мелочи... А сейчас отпустили нас на полтора часа... То есть на полтора часа можно гулять... Самостоятельная прогулка... Тут вроде как кафе где-то должно быть... Ну... Туалет соответственно... Сейчас кафешку найдем... Посидим немножко... А пока вот так можно расслабиться... Отдохнуть... У нас еще сегодня... Еще завтра день... И... Пятница... Ну... В пятницу вечера мы уже уезжаем... Ну... А вот... Кафе у нас... Кафе... Видимо... Да... На территории самого сада... Сейчас... Что-нибудь посмотрим... Что-нибудь перекусить... Сильно есть неохота... Но так... Потому что еще до пяти часов нам... Сегодня гулять... Так... Ну и тут... Вы знаете... Получается... Сколько... 50 рублей... Туалет... 50 рублей... Надо заплатить нам... Вот эти вот цены здесь... Мороженое... Сейчас мы сюда... Заглянем... В эту красоту... Ну что мы... Вкусно поели... В принципе... Так себе... Обслуживание... Мне очень понравилось... А я вот... Смотрю на здание... Вот... Реставрация идет... По Петербургу... Много зданий... Которые... Реально... Вот... Леса стоят... Сеткой обтянуты... То есть... Все реставрируется... И пытаются... Вернуть... Тот облик... Который... Наверное... И должен быть... Мы возвращаемся... К автобусу... Поедем... В Эрмитаж... Возвращаемся... Возвращаемся... В очередной раз... Уже в который... Проходим... Канал... Вот... Сейчас дождемся... Нужного сигнала светофора... И дружненько... Перейдем... Наш автобус... Где-то стоит... Вон там... Слева... От нас... Этот... Собор... Сегодня... Он как музей... Закрыт... В любой другой день... Вот с этой стороны... Вы увидели... Кассы... Музыка... Ну и вот так вот... Чудесами монтажа... Мы с вами попадаем... На... Дворцовую площадь... Это именно та площадь... Которая находится... Возле... Эрмитажа... Тут у нас будет... Экскурсия... В середине... Но через минут 15... Тут же у нас память... Ну мы здесь... Как бы уже... Были... Так... Чуть-чуть пешком гуляли... Уже... Мелькало... В моем первом видео... Данная площадь... Я ее туда еще неправильно... Я ее назвал... Александрийская площадь... Меня еще в комментариях поправили... Ну извините... Я всего лишь турист... И ошибаюсь на каждом шагу... Ну вот такое красивейшее здание... А это получается сооружается сцена... Тут идет подготовка к празднованию... Дня города Санкт-Петербурга... Который будет вот... 27 мая... Совсем-совсем скоро... Но к сожалению нас уже в этом городе не будет... Потому что... 25-го мы уезжаем... А было по идее... 27-го мы уже будем... На работе... Все... Отпуск заканчивается... Главный вход... Ну вот мы во внутренней... Части... Так сказать дворовой части... Эрмитажа... Красотень... Нас много... И сейчас... Должи по идее... Нашу группу... Поделить на три... Подгруппы... По... 13-14... Человек... Ну вот... Минетик... 600 рублей... Так... Ну и что... Вот мы в принципе в вестибюле... Самого Эрмитажа... И сейчас начинается экскурсия... В предвкушении так сказать... Данного события... По праву можно сказать... Что это самый главный музей... Данного города... Эрмитаж... Что уж тут говорить... Малый тронный зал... Ну как тронный... Он практически... Малый тронный зал... Но это по заводу не похоже на... Люстры здесь работы русских мастеров... Петербургского стеклянного завода... Собираются... Собираются... По произведению искусства... Нет... Чтобы хоть как-то развеяться... Екатерина стала листать в границе... так что у нас у нас экскурсия закончилась теперь мы можем как бы как мы можем сами погулять до 6 часов вечера точно именно сегодня до 6 часов вечера этаже работает вот мы можем гулять сколько угодно душе пока не устанем и не упадем посмотрели совершенно маленькую часть потому что коллекция трехмиллионная все невозможно посмотреть у нас поводили по самым интересным и вы немножко послушали посмотрели знаете все же оригинальное и египет и китай и япония что это все оригинальное в таких местах бывать хорошо что съемка не запрещено все вот что-то такое древние древние каменный саркофаг ну тут такая египетская тематика африканская в общем что можно сказать доволен счастья побывал я в эрмитаже то что побывал я еще и нахожусь в середине на данный момент так что каждому желаю кто об этом мечтает сюда приехать здесь походить погулять и посмотреть на все это своими глазами у нас и и и и и и и и По каким-то палацам ходим, честное слово. Все настолько пробитно этим старинным доспехи, сабли. В этой комнате 1 марта 1881 года в 3 часа 35 минут по полудни скончался император Александр II. Все произошло именно здесь, как будто время, как будто время остановилось, знаете. Вот так вот, представляете, вы вместе со мной гуляете по Эрмитажу, я вам показываю данную уникальную коллекцию, но все не покажешь, все не расскажешь. Кто бы хотел в такой вот комнате жить и иметь вот такой вот камин, такое вот зеркало. Красота, все в золоте, все в бриллиантах. Ну вот, вот оно. И вот представьте, какие-то маленькие детальки, маленькие эти вот изображения, иконки. Вот с какой-то своей историей неповторимой. Невероятно. 304-й зал. И один в очередь другого, я не понимаю, как это возможно. Каждые часы, которые имеются здесь, они в любом случае должны работать, потому что если есть часовой механизм, он должен быть в рабочем состоянии. Поэтому вот все часы, которые мы встречаем, мы видим, что они идут и показывают даже правильное время. Некоторые залы мы так мимолетом проходим. Александр Ильистий, зал 282. Потому что времени осталось совсем немного, не получается, чтобы все как-то более-менее подробно рассматривать. 1743-й год. Картина написана. Представляете? Сколько ей лет? А вот видите, за окном, как будто кажется, что это уже улица. Но нет, мы находимся на втором этаже, и это получается все на крыше. Это все озеленение. То есть, вот так вот организовали. Ну вот так с зала в зал ходим. Очень много направлений, где, что, как. Ну, как же это все обойти? Как же это все успеть? Невозможно. Тем более, вот, если честно сказать, то с экскурсоводом как-то даже более интересно. Потому что она подводила нас к разным залам и вот рассказывала про тот или иной объект, картину, не знаю, предмет. А так мы ходим, ну и ну что. Любуемся просто красотой. Сейчас мы с вами снова на зал. Ну а тут мы попадаем с картинной галереи, мы попадаем в зал доспехов. То есть, то есть, то есть. Тут мы можем посмотреть, что раньше носили, чем раньше воевали и как все это было. Ну, смотрится так, конечно. Как же его вообще одевали. Эта какая-то страсть какая-то. Друзья, вы можете себе представить, что мы в Эрмитаже? Сколько раз я представлял это, что я тут буду? Миллион раз. Ты вот сейчас тут ходишь, как-то не верится, что мы тут, что мы все это дело смотрим. Все настоящее. Представьте, это все бронза. Как оно выливалось. Или нет, скорее всего это дерево. Нет, это дерево, друзья, дерево. Это еще сложнее. А двери, двери это... Каждая дверь это произведение искусства. Все, наверное, на этом наша экскурсия заканчивается. Уже почти 6 часов. Будем выходить. Огромнейшая чаша. Данная ваза 19 тонн весит. Представляете? Вот ее как привезли сюда 300 лет или сколько назад. Как она и стоит? Ну и да, кто еще не видел, или я не помню, снимал или не снимал. Ну вот мы живем практически в этом отеле. Ну там корпус другой, чуть пониже. А зима такая. Тут рядышком столовая. Пошли поели. Что-то на двоих вышло... Тысяча... Тысяча сто, да? На двоих вышло, в общем, там что-то 1100 рублей. И нормально. Поели. В принципе, уже в автобусе. У нас ночная, так сказать, прогулка по городу. Санкт-Петербург. Ну и в конце мы с вами увидим, как разводят мосты. Это будет в час ночи. На данный момент у нас столько времени. Часов десять вечера. Белые ночи. Так сказать, ожидаем от данного путешествия. Хорошее впечатление. Ну и, конечно же, покажу вам все, что 17. Все, что увижу сам. Немножко... Не надо. Не, 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 не прибавить. А вот даже еще... Сейчас с вами уважаем на господа. О, погодите. Миш, а что, можно прибазить? Да, да. Так, давай сейчас. Ооо, сейчас Михаил распахнет, распахнет. Термин не использовали. Потому что с эпохи Петра Великого до эпохи Александра Третьего у нас наши прекрасные природные феномены... Термин – это так, да, да. Термин – это 1998 год. Это из наших известнейших сухарики Кирьешки и НевА. Термин – это тип НЕВА. У нас есть тип НЕВА. Тип НЕВА. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Чуть-чуть другую сторону обойти Субтитры добавил DimaTorzok 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 В общем на часах 12 часов ночи А такое чувство как будто Как будто Как будто вечер Очень даже так Но спать не хочется У нас в принципе Прогулка начинает до 3 часов ночи Будем ли мы ложиться спать Вопрос еще тот Сцену уже новые типы крейсеров Так называемые Карабасные крейсеры Они были у британцев Они были у немцев И даже у японцев они появляются Карабасные крейсера Примерно на 25% быстрее Чем на 2022 год его построили И до 1949 года В этом доме у нас Квартировался конечно же Весь свет нашего Балтийского флота Ну подвезли нас к Неве Сейчас дружненько все сядем в теплоход И поплывем Смотреть на Развод мостов Нам пообещали 4 Четырешки за сегодня А пока находимся Возле здания Эрмитажа С другой стороны То есть со стороны Невы А дворцовая площадь Получается за этим зданием В ожидании В ожидании В ожидании Когда тронемся так сказать Вот когда было Еще погуляли по ночному Санкт-Петербургу Как не со мной Вот с этим Прекраснейшим видом И как оказывается Мы здесь будем Совсем не одни Смотрите сколько теплоходов Собирается Раз Раз Тва Три Четыре Пять То здание Вот Вот так засняли, засняли этот процесс наконец-то. Все снимают, фотографируют. Все уже рванули. Некоторые уже к следующему мосту поехали. Так понимаю, к троицкам. Все рванули к следующему мосту. Как раз к тому, который ярко-ярко-красным светится. Ай, ветер такой холодный и дует. Картин. Танцкл. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Данное действие... И сейчас едем к третьему мосту. Кто впереди нас, кто сзади нас. У всех одна цель. Снова проходим рядом с крейсером Аврора, но уже с самой Невы, с воды. Это мы чуть развернулись. И наверное сейчас к Литейному мосту подойдем. Смотрите продолжение в следующей серии. Ветер холодный. Ветер на самом деле холодный. В общем, что я могу сказать? Вместе со мной, вместе с нами вы увидели это волшебное действие. Ради которого собирается, как я понял, очень много туристов. Ну все, сейчас идем на берег, садимся в автобус и едем уже в номер. И наверное будем в районе полчетвертого ночи, будем только в номере. Есть ли смысл ложиться спать? Вопрос еще тот. Не знаю. Не, ну поспать-то надо хотя бы часа два. Наверху мы немножечко замерзли. Боканчик литвейно, чтобы согреться. Ну и продолжаем наблюдать скоростное движение наших теплоходов к швартовке, откуда мы тронулись, туда и возвращаемся. Луна, сегодня полнолуние у нас кстати. А сегодня это 23 мая 2024 год. И мы в Санкт-Петербурге. Ну вот такой вот он. Санкт-Петербург. Мы его и днем увидели, мы его и ночью увидели. На самом деле очень хорошо, что у меня есть возможность в более-менее нормальном качестве делать снимать. Я думаю, Гоу-брос справляется с этой задачей. Пусть и на 100%, но на 95 точно. Прощаемся мы с этими мостами, которые были сегодня разведены. Но ничего, скоро они снова соединятся и все будет так, как было. Вот мы в принципе и в номере. Как бы ровно 3 часа ночи. Ровно 3 часа ночи. Сейчас ложимся спать. И подъем у нас будет где-то в районе полвосьмого. Чтоб успеть позавтракать. И в 9 часов у нас завтра новое путешествие, новая экскурсия. Так что до завтра. Далее. У нас будет где-то в районе полвосьмого. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...